Здравствуйте! Это Сумма за неделю. Меня зовут Владислав Горин. Давайте вспомним, что происходило с понедельника по пятницу, чтобы заново прожить и лучше пережить произошедшее. Сегодня в выпуске. Димас Фиан Цицерон Высокинский. Глава Екатеринбурга прозвучал на всю страну и обидел половину Урала. Что сказал? Золушка и злые мачехи-следователи. В чем подозревают комбинат питания, снабжавший едой школы города? Сборщики платы за стоянку вышли на большую дорогу. Автомобилистов-неплатильщиков прижали. Зону платной парковки хотят увеличить. Событие не событие, но тоже итог. Вчера вечером Екатеринбург не получил право проведения всемирной выставки «Экспо», уступив более сильному конкуренту. Екатеринбург по итогам голосования занял хоть и почетное, но все же обидное второе место, пропустив вперед Осаку, за которую во втором туре проголосовали 92 из 153 стран. Осака обещала всех участников всемирной выставки накормить суши. Баку собирался построить экспопарк в виде восьмиконечной звезды, символа Азербайджана. А Екатеринбург планировал собрать на своей территории все инновации для будущих поколений. Экспопарк должен был расположиться на территории виза правобережного. Впрочем, эту площадку Екатеринбурга все равно обещают развивать, вне зависимости от результатов голосования по экспо. Чем современный город отличается от города середины прошлого века? Тем, что гулять по нему приятнее, чем ездить на машине. И тут есть существенный момент. Цель не в том, чтобы испортить жизнь автомобилистам. Не надо мучить водителей, третировать их. Но при этом нужно помнить, что автомобили не могут заполнять все городское пространство. Самый гуманный способ ограничения – повысить стоимость владения машиной в городе. Этой осенью в Екатеринбурге наконец полноценно заработали платные стоянки в центре. В скором времени зона платной парковки увеличится, но будет и послабление. Платить в выходные и праздники, а также ночью и поздним вечером не потребуется. Как горожане стараются обхитрить и не заплатить, а кто хитрецов преследует, видим прямо сейчас. Видите, вот стрелочки. Правая сторона. Мы переключаем на левую сторону. И включаем опять на запись. Нарушителей камеры высматривает, как шпион из засады. За 8 часов паркон объезжает десятки платных парковок и фиксирует номера автомобилей. Позже их сравнят с базой тех, кто заплатил за места. А любителям сэкономить придет штраф. Причем внешне патрульную машину не отличить от других. Выделяет паркон только походка. Строго по маршруту соблюдает скоростной режим, при котором происходит съемка от 30 до 40 километров. Там уже аппаратура настроена так, что съемка не производится. Ну, номера, она, съемка производится, но номера расплываются, не читаемые. И хотя едут спецавтомобили тише, результаты впечатляют. Всего за два месяца паркоматы и законопослушные водители принесли в городской бюджет миллионы рублей. Заработать получается и на нарушителях. Им выписано около 500 штрафов от одной до трех тысяч рублей. Впрочем, письмо счастья автовладелец может оспорить на специальной комиссии. Административные комиссии у нас сформированы при районах города. И, соответственно, там, где у нас расположены парковые, в парковке, туда и направляются материалы. И там уже административные комиссии, члены комиссии приглашают граждан на нее. Некоторые не приходят, некоторые хотят, чтобы их рассмотрели в их отсутствие. Другие приходят, соответственно, с адвокатами. Но, тем не менее, фактически всем выносится на сегодня. Только вот следовать букве закона готовы не все. Чтобы скрыться от взора паркона, многие горожане закрывают номера. Невидимой для паркона становятся не только специально закрытые номера, но и покрытые естественным слоем осенней грязи. Кроме того, работе операторов мешают и нарушители. Те, кто припаркован вторым рядом. И те, кто паркуется не по правилам. Например, вместо перпендикулярной парковки ставят машины наискосок. Автовладельцы оправдываются. Мол, не платят за парковку они не от жадности, а от безысходности. У меня вот нет с собой на карте денег. И оплатить нет возможности через паркомат. И тем более, в второй момент, надо оплачивать заранее вперед, сколько ты простоишь. Я же не знаю, сколько буду стоять. Может, через час приду, может, через два часа приду. А надо сразу вперед заплатить, сколько ты будешь стоять. То есть в течение 15 минут. Но я правила читал. Поэтому неудобно. Тем не менее, раскошелиться автомобилистам все же придется. На борьбу с нелегалами вышли инициативные горожане. Они выбирают заграждение с номеров. Не получится оправдаться, даже если паркомат не работал. По правилам заплатить можно в любом другом. Так что, сэкономив 30 рублей, водителя рискует лишиться нескольких тысяч. Как бы это так помягче сказать. Тем более, что речь пойдет о большом начальнике. Но, в общем, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский разошелся. На той неделе он обещал городу чертово колесо, как в Лондоне, и канатную дорогу, как в Нижнем Новгороде. А на этой неделе, всего в одном интервью журналу с многообещающим названием «Регионы России», под столь же многообещающим и нескучным заголовком «Грамотная стратегия обеспечивает гармоничное развитие», мэр обидел. Так, а зачем загибать пальцы, если у нас тут образовалось что-то вроде соревнования мэра с самим собой? Чарта, где одна цитата ярче другой. Ну, раз чарт, надо вести себя как на каком-нибудь музыкальном, немножко слабоумном телеканале. Внимание, отбивка, эфир. Привет-привет, в эфире супертройка заявлений муниципальной поп-звезды Урала Александра Гея Надьевича Высокинского открывает таблицу на третьем месте трек «Поплач, тракторист». Слушаем. Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможности Кольцова уже достаточно для обслуживания пассажиров Екатеринбурга и Челябинска при условии запуска высокоскоростной магистрали. На этот трек челябинцы, включая руководителей соседнего мегаполиса, предсказуемо обиделись и заявили, что их аэропорт лучше нашего. И вообще, не дело мэра Екатеринбурга что-то такое советовать им, гордым тракторостроителям. И наш мэр мог бы послушать эти упреки, но те, кто их высказывал, нашему главе неинтересны. Об этом его следующее музыкальное заявление. Мне интересны молодые люди в возрасте 21-22 лет, полные планов и идей. И неинтересны 30-летние диванные резонеры. Наши предшественники в этом возрасте строили Уралмаш, возводили заводы и города в глухой тайге. Диванные резонеры, такие как я, сразу узнали себя и не то что обиделись, но словосочетание запомнили и почти всю неделю повторяли при любом удобном случае. И в конце программы про это тоже будет. Но вот какую фразу мало кто заметил, а зря, потому что она на первом месте в нашем хит-параде. Наш город проектировали на миллион жителей, а по факту, с учетом пригородов, в нем уже живет вдвое больше. Вот это, конечно, пока робкое, но так давно назревшее, с претензией на столичность, подтверждающая статус города, Екатеринбург вам не резиновый. Закрываем хит-парад, признаем, что некоторые фразы были вырваны из контекста, благодарим исполнителя. Такого риторически одаренного мэра у Екатеринбурга еще не было. Ждем новых высказываний, обещаем вспоминать к месту и не к месту, приведенные в вышесловесные конструкции. Отбивка! С чего начинается родина? Не семья, в которой, если семья здоровая, конечно, ребенку хорошо, даже если папа с мамой живут на маяке в далеком море. А именно родина. Со школы и детского сада. С казенного какао с молочной пенкой и запеканки. На неделе неприятности были у комбината питания, который обеспечивает обедами городские детские учреждения. Зачем следователи пришли на кухню и какие претензии у них есть к меню? Давайте посмотрим. Золушки не до разговора с журналистами. На скандально известном комбинате питания идут проверки. Следователи изучают всю кухню предприятия. И это, судя по всему, застало сотрудников врасплох. Сексиный комитет где проводит проверку? Я вам даже ничего не могу сказать. Вы видели ли их? Я не видел никого. Однако к проверкам Золушка должна была уже привыкнуть. После массовых отравлений в школах Екатеринбурга надзорные органы здесь частые гости. Из-за обедов в столовых, которые обслуживает комбинат, пострадали больше 60 детей. Как выяснила прокуратура, предприятие зачастую не заботилось о безопасности продуктов, завышало цены. Поэтому качество еды оставляло желать лучшего. Мы выявили продукцию с истекшим сроком годности, также с признаками гнили. Кроме того, та готовая продукция, которая непосредственно подавалась детям на стол, фактически мы там выявили факт недовеса. Фактически та продукция, которая подавалась на стол, была гораздо меньше. За такую халатность заведующие школьными столовыми и работники комбината были оштрафованы. Директора Золушки уволили. Именно руководство, утверждают сотрудники предприятия, заставляло их кормить детей как попало. Мотивируя тем, что у нас очень мало денег, что у нас дорогое сырье и так далее, у нас нет возможности, как говорит всегда Мордарев, делать ассортимент лучше и выход блюд больше. Поэтому на сегодняшний день мы лепим котлетку в 50 грамм, непонятно из чего и не знаем как. Сейчас Золушка фигурирует уже в уголовном деле. Главного бухгалтера подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Улики теперь будут искать в бумагах. Следователи накануне изъяли несколько пачек документов. Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области проведена выемка финансовых документов на предприятие. Выполняются иные следственные действия по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления и установлению конкретных подозреваемых лиц. После визита следователей сотрудники Золушки кормят журналистов завтраками. Обещают прокомментировать ситуацию в другой раз. Я прошу оставить коллектив в покое. Когда будут приняты какие-то решения, тогда мы будем о чем-то с вами разговаривать. Сейчас без комментариев. Поэтому прошу прощения, извините. Между тем комбинат продолжает обслуживать городские школы и кормить 23 тысячи детей. Правда теперь под строгим контролем общественников. Они следят, как сотрудники устраняют нарушения. В случае обнаружения каких-то серьезных проступков административных, я уж не говорю про уголовные, естественно, будут приняты меры. И это даст основания для расторжения уже заключенных договоров аренды. Чтобы еда в школьных столовых была здоровой, нужно изменить порядок выбора комбината питания для школ, считают наблюдатели. Родители же должны быть допущены до кухни, чтобы знать, чем кормят детей. Пока же их просят сообщать о нарушениях в общепитах. Это можно сделать на сайте общественной палаты. В эфире итоговая программа «Сумма за неделю». Мы продолжаем. Второй год первой пятилетки звучит, как что-то из учебника истории, но нет, это про наше настоящее. Свердловская область, если вы вдруг забыли, живет полудекадными этапами развития. Как это? И чего добились на втором году пятилетки развития? Узнаем из интервью с директором областного департамента по местному самоуправлению Вадимом Дубичевым. Сейчас идет бюджетный процесс, формируется, закладывается бюджет на будущий 2019 год. И в рамках большой стратегии пятилетка развития, это уже второй бюджет. Насколько успешно реализуется вот этот большой стратегический проект? Все те планы, которые ставил перед собой губернатор, правительство, муниципалитеты, они и в этом году выполняются. Понятных итогов еще нет, они появятся только в начале следующего года, по 2018 году. Но 2017-2018 год успешные годы для уральской экономики, а для нас это все-таки для органов государственной власти является ключевым показателем. Потому что мы и собственную работу меряем, и работу муниципалитетов именно по тому, как работают наши предприятия, заводы в реальном секторе экономики. Потому что мы исходим в своей работе от очевидной, понятной истины. Работают заводы, и у нас с вами есть жизнь, есть бюджеты, есть возможность реализовывать социальные программы, строить. А если заводы, предприятия не работают, тогда ничего этого не будет. Поэтому главное, что уральская экономика, она из года в год развивается. У нас положительная динамика и в абсолютных, и в относительных цифрах. И это поверяется и объемом произведенной продукции, то есть где не слукавишь, что называется статистически. И у нас в этом смысле, у нас с вами очень надежная основа для такого уверенного взгляда в будущее. Пятилетка развития это ведь такая некая общая стратегия. Жизнь в нее вносит коррективы. Конечно, в 2017 году, когда Куйвышев шел на выборы, он, собственно говоря, и предложил все вместе обсудить, прежде всего с руководителем предприятий, организаций, с населением, с общественными организациями, с партиями, обсудить то, чем мы будем заниматься в ближайшие пять лет. Отсюда и возникло слово, термин пятилетка. Какие главные цели мы ставим в первую очередь разрешение, что для нас второстепенно, что третьестепенно. Потому что, понятно, все сразу невозможно сделать, нужно свои планы намечать, реализовывать. Главный тезис этой пятилетки развития, напомню, сформулировал Евгений Владимирович Куйвышев так. По основным показателям социально-экономической жизни, войти в тройку регионов лидеров России, которая должна, по мнению губернатора, выглядеть так. Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область. И вот механизм достижения этой цели, это как раз реализация стратегии пятилетка развития. А еще, если более конкретно, это бюджет каждого года. Вот когда руководители области вместе с муниципальными руководителями начинают верстать бюджет на следующий год, а эта работа, конечно, очень сложная, многоуровневая, в ней вовлечены, наверное, даже тысячи, не сотни, а тысячи людей в ходе работы согласительных комиссий, консультаций, согласований. Тут ведь надо понимать, что когда верстается бюджет, очень много всякого рода, всякого закона, в который регламентирует эту работу. Вот это же не некая такая, знаете, деятельность, да давайте вот мы сделаем это. Помечтали, пофантазировали. Там все очень регламентировано, на самом деле. Но, тем не менее, есть возможность реализовать устремления, которые есть. Вот в ходе сложной согласительной работы, вот и формируется то понимание, как в следующем году тратится областной бюджет. Этот кошелек вполне определенным размером, мы его знаем, 19-й год, у нас с вами в распоряжении в 19-м году будет 240 с небольшим миллиардов рублей. Это вот чем мы с вами располагаем и государственная, и муниципальная власть. Совокупный бюджет муниципалитета. Если сравнивать эту сумму с 18-м, ну чтобы понимать, куда мы? Ну, каждый год прирастаем, потому что, понятно, если растет экономика, то растут и отчисления, соответственно, с прибыли, с зарплаты, в бюджеты местные, в государственные бюджеты. И у нас, ну прирост там, он нельзя сказать, что там не в разы, естественно, от года в год, но по несколько процентов каждый год мы прирастаем достаточно существенно. Плюс федерация, конечно, нам помогает, а соответственно регион помогает муниципалитетам. И вот бюджет следующего года, это такое очень конкретное воплощение наших с вами стратегических направлений. Вот мы запланировали, согласно стратегиям, областной, она называется, пятилеткой развития. У каждого муниципалитета есть своя стратегия, которая колерируется с областной стратегией. И мы с вами приблизительно, ну даже не приблизительно, конечно, на уровне верстки бюджета точно знаем, что мы будем делать в следующем году. Ну, например, сколько в течение года мы построим школ и в каких муниципалитетах. Это делается, опять же, не просто вот я где захочу или где там, скажем, громче попросили, это делается на основании демографических процессов, состояния действующих школ. Ну, вот есть муниципалитеты, где, например, точно совершенно нужна новая школа таким-то объемом, потому что либо старые, либо не справляются, либо много новых детишек родилось. Мы можем проанонсировать какие-то новые школы в 19-м? Да, я сейчас так детально не помню. У нас больше 10 школ строится точно совершенно. Достаточно много спортивных объектов строится в Екатеринбурге. Я, если не ошибаюсь, в следующем году у нас запланировано 3 школы будут пристраивать новые корпуса. Образовательный центр строится, это точно совершенно. И, если не ошибаюсь, несколько дошкольных учреждений. Это только вот по Екатеринбургу в следующий год. Александр Геннадьевич Писакинский, конечно, более подробно это может рассказать. То есть, ну, по сути дела, по всем муниципалитетам запланировано строительство новых объектов. Это, безусловно, тоже такой очень хороший показатель. Вот это конкретное воплощение тех наших, нашего с вами понимания, как должна развиваться сфера здравоохранения, образования, дороги. Ну, бюджет ведь, тоже надо понимать, что половина, даже больше половины бюджета Свердловской области уходит на так называемые социальные статьи. Почему? Мы с полным на то основанием говорим, что у нас бюджет, социальный бюджет, да. А что это прежде всего? Ну, это финансирование зарплат и работы школ, дошкольных учреждений, зарплат педагогов. Вот, например, в Свердловской области в следующем году будут зарплату получать 55 тысяч педагогов. Вот, это зарплата, причем с индексацией заложена в бюджете Свердловской области. Ну, если вспоминать пятилетку развития, предполагается повысить зарплату, по-моему, разорвать. Это вот как раз вопрос, происходит ли корректировка. Вот, общие цели у нас сформулированы в стратегиях. А год от года, конечно, определенная корректировка происходит, потому что по итогам президентских выборов весной этого года вышел так называемый майский указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, где поставлены очень четкие конкретные задачи, прежде всего в социальной сфере, в экологической сфере, в том числе регионов. Ну, конечно, это вносит коррективы в те бюджеты, которые мы с вами планировали, потому что мы обязаны выполнить те задачи, которые ставит перед нами президент. А он, в свою очередь, их сформировал тоже, ведь, на основании, в данном случае, избирательной кампании, встречаясь с людьми, он принимал, в том числе, и наказы. И его указ это исполнение воли людей, которые трансформируются в региональный и муниципальный бюджет. Вот такая, я еще раз повторяю, очень сложная, достаточно сложная система, когда стараются учесть, ну, практически все, что нужно сделать, при этом планируя свою деятельность. От глобального к локальному. Совсем близкому и удивительному. Екатеринбург превращается, если не в город-сад, то в город-лес. Во дворы горожан, как к себе домой, приходят дикие звери. Почему не боятся? Чего хотят? Что с ними делать? И, наконец, главный вопрос, почему они такие милашки? Ответы искал Роман Сумин. Они у меня рот получили в поле. Ничего себе. Они кушать хотят. Вышли сюда. Сначала хлеб, потом зрелище. Прямо на входе в парк горожан поджидают десятки голодных ртов. Футиная мафия готова на все, чтобы добыть пропитание. Тех, кто не делится едой, стая щиплет средь бела дня. Ай! Уходите! Ай! Дикий как! Дикий! Зимой стихия уток – парковые дорожки. В водоемах ловить нечего. Они покрываются льдом. Поэтому птицы идут за едой к тем, кто их прикормил. Людям. По словам орнитологов, лучше всего пернатых кормить хлебом. То, что он опасен для кряков, не более чем миф. Дикие перелетные утки в природе осенью перед отлетом и в холодное время питаются зерном на полях. То есть опавшим зерном, подгнившим. То есть это тот же хлеб. В городах, благодаря тому, что люди подкармливают их хлебом, уже больше ста лет птицы могут на этой прикормке перезимовать. Поэтому они остаются в городах. В города животные обычно устремляются, когда в лесах ложится снег. Пищи становится меньше, и медведей, сов и лосей начинает тянуть к цивилизации. Большинство зверей, которые перебираются в бетонные джунгли, опасности для людей не представляют. Однако некоторым все же удается поднять на уши целый район. Накануне в один из дворов в Академическом забежала лиса. С наступлением зимы, говорят зоологи, появление в животных в городах – обычное явление. Здесь они ищут пищу. Во дворы проникают, как правило, молодые лисы. И преимущественно ночью. Правда, встреча с этой рыжей гостей не сулит ничего хорошего. Так же считают и многие жители. Лесная гостья наведывается во дворы подозрительно часто. Ее замечали и фотографировали уже несколько раз. Одни боятся встречи с лисой, другие готовы протянуть ей руку помощи. Естественно, с едой. Знаете, если бы увидел, учитывая, что я неравнодушен именно к лисам, ну, наверное, да, я бы попытался. Хотя, конечно, риск какой-то есть определенный. Аккуратно как-то положить, отойти, наверное, да ну, опять же, если при условии, что с собой что-то есть. Вы бы их прикормили? Нет. Почему? Ну, потому что, здравствуйте, приведут всех своих сородичей сюда. Зачем тут дети все-таки маленькие? Я бы испугалась, если бы я лично встретила, потому что дикое животное. Но зоологи предупреждают, прикармливать лист не стоит, ведь они часто бывают переносчиками бешенства. О заболевании может говорить и нетипичная общительность. Но даже если зверь здоров, навредить ей может сам человек. Излишняя подкормка животных ведет к повышению численности этих же самых животных. Зачастую болезни внутри этого вида. Ну и, соответственно, при прямом контакте не надо забывать, что животное дикое, и можно нанести вам увечья какие-то. Поэтому любоваться животными в непривычной для них среде лучше на расстоянии. Хотя с утиной бандой этот номер не пройдет. За хлебом они могут подойти и сами. В первой части программы мы уже говорили о примечательных высказываниях мэра, включая вот это, про диванных резонеров. Один резонер последние полчаса стоял перед вами, другой резонер, точнее резонерша, притом более талантливая, появится прямо сейчас поэтесса Александра Аксенова с ее диванной лирикой. За тридцать, за тридцать, за тридцать мне вам, за двадцать, за двадцать. Идеи вас манят, а я резонирую на диване, тихонечко по вечерам. Вы плюнете, сразу же вкатите в тренд. Вы так интересны сейчасшнему мэру. Я на еврокнижке пишу светло-серый, тридцатипятилетний комэнт. А где-то челяба тихонько скорбит, ее тоже нашему мэру не жалко. Да ладно диван, хоть пока что не палка для, блин, скандинавской ходьбы. Это была итоговая программа «Сумма за неделю». Пересматривать выпуск можно снова и снова на нашем сайте якбург.тв. Там же есть полная версия интервью с Вадимом Дубичевым. Мы же с вами прощаемся ровно на неделю. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!